Продолжая праздничную тему, День защитника Отечества отмечают не только бывшие нынешние военнослужащие, но и юноармейцы. В городском округе несколько тысяч ребят вступили в ряды общественного движения. Мой коллега Григорий Ворванин узнал, чем будущие защитники Отечества занимаются в свободное от учебы время. Внимание! Огонь! Командный голос Вероника Скирда выработала. Говорит, иначе нельзя. Все-таки она заместитель командира штаба отряда юноармей Кадетской школы. В ряды юноармейцев вступила без разумий. Это опять же новое знакомство, новые поездки. Ты больше взаимодействуешь с людьми. Это интересно. Ты участвуешь во многих мероприятиях, соревнованиях. Это много новых эмоций. Арина Федорова на каждой перемене спешит в штаб. Здесь она выплескивает свою энергию, разбирая и собирая автомат. Вспоминает, когда впервые в руки взяла оружие, сразу поняла – это ее страсть. Юноармеец – лидер по разборке и сборке автомата на время. Личный рекорд – 14 секунд. Хотя не исключает, что пальму первенства придется уступить. Да, все поджимают. Молодые парни, мальчики растут. Это очень здорово, что есть конкуренция, есть к чему стремиться всегда. Отряд юноармии кадетской школы «Люберец» лучший в округе. Занимают первые места по строевой подготовке на кадетском балу и других турнирах. После уроков ребята занимаются в секции рукопашного боя, танцевальном кружке или стреляют в дире. Кадет Ангелина Гриневицкая – экскурсовод школьного музея. Считает, что без прошлого нет будущего. Свою жизнь решила связать с армией, стать военным врачом. А опыт, полученный в юноармии, ей в этом поможет. Юноармия – это все равно какая-то твоя небольшая семья. И это надо беречь. Это надо передавать из поколения в поколение. Руководитель Люберецкого отделения юноармии Алексей Черкасов для юноармейцев – старший товарищ. Всегда расскажет о тонкостях военной службы, устройстве автомата и даст совет, как поступить в той или иной ситуации. Офицер запаса уверен – в патриотическом воспитании молодежи одних занятий в школе или кружках недостаточно. Я думаю, нельзя вот так вот взять и вот прямо именно ребенку привить патриотизм. Это все формируется постепенно, с рождения, в семье и как раз на основании именно общения между членами семьи, ну и отношения со старшим поколением. Уважать старших, помогать младшим, прийти на выручку, когда это требуется. Именно так поступают юноармейцы. Они как мушкетеры – один за всех и все за одного. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.